Микс Ньюз. Утро на Болткове. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Как обычно в это время у нас гости, как уже в последнее время принято. По известным событиям мы беседуем с нашим гостем отдаленно, в удаленном доступе через скайп. Мартин Штронс у нас сейчас на прямой связи. Эксперт организации «Земняя кусаема», «Крестьянские сейма». Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, понятно, что ситуация очень сложная, связанная с коронавирусом. Мы знаем, что какое-то время назад был определенный ажиотаж в магазинах. Люди скупали продукты, и даже возник вопрос, вот если вдруг будут проблемы с пересечением границ, с грузовым транспортом, сможет ли Латвия обеспечить основными продуктами питания жителей Латвии. Вот, может быть, несколько слов об этом. Я думаю, что насчет этого вопроса у нас Латвии нет проблем. Мы как государство, мы как производители можем обеспечить своих жителей с главными продуктами. Две недели назад уже в министерстве была даже специальная пресс-конференция насчет этого вопроса, чтобы с журналистами, чтобы с медиами можно переговорить этот вопрос, и чтобы люди поняли, что ажиотажу как бы нет места. Если говорим о статистике, тогда на данный момент мы, например, производим два-два с половиной раза больше зерна, как мы сами употребляем. Значит, половину и даже больше мы экспортируем. Мы производим два раза больше молока, как сами употребляем. И, значит, выводим как молоко, как молочные продукты. На данный момент мы себя можем уже обеспечить свежей свинины. Если говорим насчет свежей свинины, да? Да, конечно. На данный момент мы довольно много экспортируем крупно-рогатого скота, скажем так. И, конечно, в такой их сейчас есть всегда возможность, может этот скот оставиться в Латвии, да, подкармливаться, и тогда, ну, увозить бойни и, ну, производить мясо, скажем так. Курица. И насчет яиц тоже мы на данный момент мы производим полтора раза больше яиц, как мы в Латвии употребляем. То есть, в принципе, вы предполагаете, что в ближайшее время никаких вроде проблем именно с поставками латвийской продукции в наши магазины вроде быть не должно, да? Не будет, не будет. Был, конечно, ажиотаж с гречкой, скажем так, да. Один из факторов был то, что кто-то пустил информацию, что как бы гречка там помогает с коронавирусом. А другой фактор был тот, что просто крупнейший производитель Латвии не был договорившись насчет цены, да, с магазинами, скажем так, да. И на тот вариант там, ну, возникла такая небольшая проблема, скажем так, может, с доставкой, с переговорами насчет цены, и это все как-то совпадало с коронавирусом, скажем так. Да. Вот я думаю, что те, кто регулярно ходят в магазины, все-таки большинство жителей Латвии, потому что, несмотря на коронавирус, все-таки без продуктов не обойтись, люди обратили внимание, что не очень большой выбор латвийских томатов. В основном, как это ни странно, несмотря на все коронавирусы, есть испанские томаты, есть даже голландские. Вот выбор латвийских не столь велик. С чем это связано? Это связано, конечно, с ценой, да. Главный аспект, значит, да, мы понимаем, что в Голландии, в Спании томаты можно вырастить наиболее быстрее, дешевле, скажем так, потому что там и другой климат, скажем так, да. У них довольно длинная история насчет выращивания таких продуктов, как томаты, да, у них очень в сельском хозяйстве хорошо разъединена система теплиц, скажем так, да. Ну, а Латвии, в принципе, надо было это все начать заново, потому что те теплицы, которые работали там в Латвии в советское время, ну, это уже был такой пройденный этап. И, конечно, довольно много инвестиций нам в Латвии надо было вкладывать вот в теплицы, скажем так, да. Да, одна теплица на полгектара, чтобы можно было выращивать томаты, ну, я не знаю, до данный момент может стоить 3 миллиона евро, скажем так, да. Из европейских фондов мы делали все, чтобы можно было христианам дать какое-то финансирование, да, на строительство таких теплиц. И на данный момент, ну, мы в магазинах видим больше и больше местных томатов, да. Конечно, это вопрос опять насчет цены. И то, что мы как христиане и министерство делали насчет этого вопроса, было очень важно снизить ИПВН для местных фруктов и овощей, да, чтобы вы как потребитель могли купить томаты уже не за 6,5 и 7 евро, а может уже за 5,5 или 5 евро в килограмм, да, скажем так. Я думаю, что и важны качества. Когда мы попробуем, может, это испанский такой пластмассовый томат или наш местный томат, ну, я думаю, что там ясно, которое качество лучше, да. Ну, конечно, все равно мы знаем, какая способность у покупателей купить, может, томаты или за 2 евро, или за 5 евро, скажем так, да. То, что мы со своей стороны сделали, значит, инвестиции на постройку теплиц, это мы со своей стороны сделали, снизенный ИПВН, да, на фруктов и овощи, да, это очень важно нам сдержать, скажем так, да, потому что были разговоры, что министерство финансов хочет этот ИПВН уже повысить опять, скажем так, да. Ну, и я думаю, что в будущем у нас будет больше и больше местных томатов, огурцов и других сельхозпродуктов. Я даже слышал, что наши крестьяне пытаются и зимой вырастить урожай клубники, ну, в парниках, разумеется, в теплицах. Ну, конечно, такие варианты и эксперименты приходят, да. Есть вариант, чтобы уже весной можно было топовать клубнику и продавать ее, да. Это, конечно, вопрос насчет цены и будет ли покупатель готов, значит, такую клубнику покупать. Варианты есть, да. Я думаю, в Латвии можно и бананы выращивать, да, в теплицах. Ну, и вопрос, сколько это будет стоить и кто будет это покупать, да. Это правда. Да, вот говоря все-таки об урожае, понятно, что в этом году уже урожай, что выросло, то выросло. Вот с учетом всей этой ситуации и возросшей потребностью в продуктах местного производства, как вы думаете, крестьяне, может быть, осенью сделают какие-то, не знаю, там, выводы и будут, не знаю, засеивать больше вот этих посевных площадей? Да, если мы говорим насчет зернова, зерновых продуктов, зерна, я думаю, что с каждым годом у нас эта площадь увеличивается, где мы съем зерно, рапс, скажем так, и другие культуры, да, эта площадь немножко увеличивается. Если мы говорим о фруктах и овощах, тогда насчет фруктов, да, у нас становится больше тоже хозяйства и гектаров, где мы выращиваем фрукты. Вот, с овощами, конечно, эта ситуация немножко меняется, потому что довольно много до этого мы возили и в Россию овощи, да, скажем так, и в другие страны. И у нас очень большой конкурент, конечно, Польша, где у них климат получше, скажем так, да, а у них налоговая система тоже немножко получше для производства овощей, скажем так, да. И то, что мы еще, например, говорили вчера с министерством и с представителями, скажем, сетей, это значит вопрос о договорах. И то, что мы предлагали, что неизвестно, какая ситуация будет через месяц, два или три месяца, в принципе, уже сегодня надо принимать решение о пассивных работах, да, чтобы через две-три недели уже можно было ехать на поле и сеять там, не знаю, там, свеклу и так далее, и так далее, скажем так, да. И чтобы мы, христиане, могли принимать решение сеять больше, нам надо быть, скажем так, договором, что мы знаем, что можно будет продать эту продукцию сетям, потому что мы волнуемся за то, что на данный момент из-за вот этого коронавируса в Европе будет не хватать рабочих рук, да, и уже сегодня поступают сигналы, что в Германии, в Франции, в Испании, в Нидерландии у фермеров проблемы, да, с пассивными работами, да, уже по уборке нескольких там видов овощей, потому что нет рабочей силы. Эта вся рабочая сила уехала домой, скажем так, да, в Польшу, Литву, Латвию и другие страны, скажем так, да, из-за вируса. Да, да. Предлагали, давайте договоримся с большими сетями, да, с Римом, с Максимом о вариантах, что да, давайте мы будем сеять, мы будем сажать больше овощей в этом сезоне, ну, нам надо знать, что будут варианты продать все, например, картошку два раза больше фермерам, да, в сетях, как это было до этого. У нас есть христиане, которые готовы это делать, потому что на данный момент, если мы говорим о обеспечении, да, с овощами, то, да, на данный момент это в главных видах овощей, это где-то 70%, скажем так. Значит, 30% нам всего, все равно надо импортировать, скажем так. Если эта ситуация в Европе будет еще ухудшаться, значит, ну, не знаю, недостаток там будет, может, 50%, да, тогда. Потому что, ну, надо будет привозить больше. И еще, конечно, есть ситуация, что в последнее время мы в Латыни не только привозили, скажем так, овощи, но и сами экспортировали, да, в рынок мы могли до этого тоже, например, картошку или капусту продавать там, где получше цена, да, и, конечно, бывала ситуация, что картошка уходила и в Польшу обратно, и в Скандинадию, да, или другие страны. То, что мы просто говорили, давайте подпишем бумагу, что мы знаем, что можно будет продать эту продукцию здесь, в Латвии. Потому что, если будет нехватка продукции, значит, так, в магазинах, тогда, конечно, люди, покупатели, вы будете спрашивать, а где же фрукты, где же овощи, да, мы вам платим субсидии, скажем так, чем занимается Серховский министерство, почему нету обеспечения, скажем так, в государстве, да, с фруктами и овощами, да. Вот насчет этого вопроса мы уже вчера говорили, был, да, на скайп-дискуссии сам министр, да, были представители сетей, но, к сожалению, насчет этого мы еще не договорились, да, мы еще дали немножко время сетям подумать насчет таких вариантов. Да, вот мы знаем, что, в принципе, каждый год наши крестьяне тоже, по крайней мере, большие фермерские хозяйства использовали гастарбайтеров, ну, сезонные работники. Мы видим, что в связи с чрезвычайной ситуацией, ну, фактически границы закрыты, хотя наше правительство обмолвило, что, возможно, будут какие-то послабления, наверное, летом, чтобы можно было все-таки приглашать вот этих сезонных работников, не знаю, там, из Украины. Вот как вам видится эта ситуация, смогут ли латвийские фермеры справиться сами, если границы по-прежнему будут закрыты? До этого нам надо было рабочую силу из третьих стран, скажем так, да, и надо было все больше и больше. В принципе, два аргумента. Один аргумент – то, что самой Латвии не хватает рабочей силы. Мы, конечно, можем говорить, что Латвии еще как бы есть безработица, но реальной безработицы Латвии, в принципе, нету, потому что, может, остались люди, которые не работают, но все-таки они, может, даже не работоспособны, да. Это правда. То есть те, кто хочет найти работу, они находят, если они в состоянии работать, да. Да, и, конечно, надо понять, что, ну, какие-то рабочие руки в течение последних лет с Латвии тоже уехали, скажем так, да. И это то, что мы потеряли, это рабочая сила, которую нам будет компенсировать в каком-то другом варианте, скажем так, да. Да, приводить людей из Украины и из других стран, да. И это было и в советское время, когда люди приезжали, работали, и тогда уезжали обратно, скажем так, да. Это ничего нового, скажем так. То, что мы надеемся, что будут еще переговоры насчет этого варианта сезонная рабочая сила, скажем так, да. Это такая налоговая система, где можно платить немножко меньше налог за человека, скажем так, да. Он может работать до 60 дней в году, да. Например, в каких отраслях, как... В отраслях, которые занимаются производством фруктов и овощей, скажем так, да. И где эта рабочая сила ручная очень нужна, скажем так, да. И там такой вариант есть, скажем так. Там даже вариант есть, что не надо, может, там подписывать какую-то бумагу, да, на длительный срок, да, с этим рабочим. Но он может, скажем так, с утра прийти, да, подписывать бумагу, и тогда он два дня, например, работает там, да. Тогда, может, пять дней он в своей основной работе, тогда опять приходит. Это очень хорошо для студентов, для школьников, которые рабочую силу мы используем, и для учителей, скажем так, и нянек, там, садиков, например, да. Да, вот мы знаем, что правительство обмолвилось в самом начале кризиса об экспортных гарантиях. Насколько они могут распространяться все-таки на тех экспортеров, вот, сельскохозяйственной продукции, все-таки экспорт же какой-то будет из Латвии тоже? Экспорт идет. На данный момент, может, небольшая проблема к молочным сектору, потому что половину молока мы выводим с Латвии, да, или как сырое молоко, да. В основном в Европу, да? Или как продукты, скажем так. И то, что нам важно, чтобы мы могли удержать молочную цену в Латвии, в хорошем уровне, да, нам важно, чтобы была возможность эти продукты, которые мы вывозили из Латвии, да, это сыр, в основном, да, который мы экспортировали и в Италию, и в Германию, и в другие страны, да. Нам важно, чтобы экспорт был, да, чтобы он не остановился, и чтобы мы могли производить продукты, экспортировать, скажем так, да, чтобы были налоги, чтобы были рабочие места, и чтобы мы могли продавать молоко за нормальные цены, скажем так. Значит, экспорт для нас тоже очень важен, нам важно, чтобы были открыты границы, и чтобы предприниматели, которые занимаются переработкой молока, могли спокойно вот эту продукцию экспортировать и дальше. То есть, в принципе, я так понимаю, что и в Германии, и в Италии наш сыр тоже пользуются спросом, да? Да, их там покупают, скажем так. Что с ними дальше делает, это мы только можем придумать. Бывали ситуации, что вот наш сыр увозят туда, и дальше уже тогда его там, когда держат в конкретных условиях, да, и уже продают как германский или итальянский сыр, например. Есть несколько сортов, да, таких сыров, где мы можем думать, что есть там латвийский сыр, да. Какую помощь вы ждете вот в это кризисное время от государства? Я понимаю, что всегда возникают дискуссии до кризиса о том, что почему действительно субсидии латвийские крестьяне получают намного меньше, чем те же итальянцы, испанцы. Ну, сейчас, конечно, особое время, но тем не менее, на что вы надеетесь, как будем же все-таки рассчитывать на то, что рано или поздно этот кризис закончится? Нам главное не остановить работы, нам главное, чтобы пассивные работы в Латвии шли. Нам очень важно, чтобы была возможность привезти там оборудование, скажем так, да, запчасти для техники с других стран, скажем так, чтобы была рабочая сила, скажем так. Что из государства, скажем так, ну, на данный момент, слава богу, мы пока еще не являемся та отрасль, которая очень, очень, очень видит проблемы с коронавирусом, да, скажем так. Наиболее, например, вопросов поступает насчет цены молока, цена падает на молоко, да. Мы, конечно, не хотели думать бы, что это просто ажиотаж, да, который используют, может, какие-то производители молочных продуктов, потому цены снижаются. Конечно, очень много вопросов поступает о тех ситуациях, что будем делать, когда хозяйство, может, рабочая сила уже будет, ну, с коронавирусом, значит, так, да, и что мы можем, что не можем делать, да, скажем так. Но вот эти, как бы, основные вопросы. Конечно, еще вопрос о кредитах, да, если будет ситуация, когда, может, да, что будет в той ситуации, когда не будет вариантов, например, у христиан взять кредиты для покупки там селитры, солярки или других продуктов, чтобы можно было делать пассивные работы, скажем так. И в тот вариант нам очень важно, чтобы АЛТУ тоже мог и нам, христианам, предоставляться вот такие кредиты на оборотку, как скажем так, да, на год или на два-три года. Ну, вообще банки, как бы, ну, меняют свою политику кредитную? Как вам кажется в отношении фермеров, насколько они охотно кредитуют, по крайней мере, до кризиса? До кризиса, как говорили сами представители банков, тогда христиане были лучшие клиенты для банков, потому что с нами было очень мало проблем. Мы хорошо платили, много брали кредитов, хорошо возвращали деньги и было мало проблем, скажем так, с нами, да. И, в принципе, у нас в Латвии, ну, две основные отрасли, да, это сельское хозяйство, да, ну и лесная промышленность, скажем так, на что мы держим свое государство и экспорт, да. Конечно, были переговоры с представителями банков, да, есть хозяйства, которые, может, немножко будут оставлять какие-то, замедлять свои инвестиции, да, но в то же время производство не оставляется, нам надо производить, да. Да, ну, других вариантов нет, да. Буквально два еще коротких вопроса, но вот в свое время, до кризиса, точнее, когда были введены вот эти санкции между Россией и Европейским Союзом, много говорилось о том, что, может быть, стоит посмотреть возможности экспорта латвийской сельхозпродукции, ну, к примеру, йогуртов в Китай, да. Вот я так понимаю, что какие-то отдельные все-таки товары до Китая долетали, да? Да, долетали, да. Значит, китайский рынок – это такой очень особенный рынок, да, потому что у них другая культура, они употребляют, ну, не все продукты, скажем так, которые мы производим в Латвии, да. Да, и, ну, это, конечно, большая страна, и для такой страны мы не можем производить большие объемы, скажем так, да. Да, было пару экспериментов, скажем так, с Китаем, но это очень трудный рынок, скажем так, это не просто так, что, окей, это китайцы, их там очень много, и мы там сможем продать все за хорошую цену, да. Это не так уж, скажем так, и просто, потому что и другие страны, конечно, пытаются покорять этот рынок, да. Может, давайте лучше будет примерно счет Японии, да, где, например, эстонские, эстонская компания, да, в которой и латвийские фермеры продают молоко, вот делает сыр, производит сыр, и продает этот сыр в Японию, скажем так, да. Вот это даже наиболее лучший пример, да, как экспортировать свою продукцию, да, в Японии, скажем так. С японцами даже немножко легче, как с китайцами, скажем так. Может быть, такой последний вопрос, который, я думаю, часто вам журналисты задают. Может ли Латвия в обозримом будущем вернуться вот к производству сахара? День назад у меня был такой небольшой переговор с коллегой, который уже говорил, что около дуа было, да, значит, фермеры делают посевные работы на сахарную свеклу. И один предприниматель уже надеется в этой уездной сеть где-то около тысячи гектар с сахарной свеклой. Но то, что надо понять, что эта сахарная свекла будет продана в Литву, где еще, значит, завод действует, что там происходит, скажем так. Я думаю, что варианты всегда есть, но это вопрос насчет финансирования, потому что такой завод будет стоить очень дорого, это надо понять. И что нам надо будет учиться, в принципе, и заново производить эту сахарную свеклу, да, потому что надо будет покупать специальную технику, да, надо будет опять новые знания получать и учиться, чтобы можно было сеять, чтобы можно было выращивать эту сахарную свеклу, скажем так, да. Если есть вариант где-то сахара купить за лучшую цену, скажем так, или за хорошую цену, тогда это надо делать. А мы, может, в Латвии, ну, можем заниматься производством тех продуктов, ну, которые мы на данный момент производим. И можем производить наиболее большие. Я думаю, что нам надо думать, как больше продукты перерабатывать в Латвии, то же молоко, то же зерно и другие продукты, чтобы уже их продавать за наиболее большие цены, как уже продукт, а не как просто зерно или молоко, скажем так, да. Спасибо большое, Мартин Штонц, у нас был на прямой связи, эксперт крестьянского сейма. Большое спасибо. Да, спасибо.